Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Бэков. Сегодня мы поговорим, в очередной раз, эту тему уже много раз затрагивали, о архитектурном наследстве, наследии города нашего областного центра Тверь. Тверь вообще типичный русский город. А что такое типичный русский город? Это когда в центре города целые кварталы деревянной застройки. Застройки, естественно, в первую очередь дореволюционные. И проблема нашего города, опять как и других городов, что застройка зачастую очень плохо сохраняется. Дома гниют, дома разваливаются. Их, к сожалению, очень часто уродуют собственники, перестраивают, вообще сносят. Бывает, покупают инвесторы и доводят до сноса, до разрушения. А потом, когда уже, дескать, смотрите, дом уже не приспособлен, ни для чего, он разрушается, можно его окончательно разровнять землей. И мы сегодня поговорим о том, как можно решать все-таки эту проблему, вот знаете, не надеясь уже на наших чиновников, к сожалению. Потому что власти говорят, у нас денег нет, нам не до этого, нам нужно то, все, там детские сады, крыша протекает, а вы тут своими старенькими домами. И находятся к огромной радости подвижники, по-другому не сказать про этих людей, которые берут все дело в собственные руки, зачастую в прямом смысле слова, в смысле возьмем какой-нибудь мастерок, и сами что-то делают, не надеясь ни на кого. Просто потому что они патриоты города, потому что душа, что называется, болит, и они хотят сохранения этого архитектурного наследия. И хочу вам как раз представить этих людей, у которых душа болит. Это Карина Александровна Конюхова, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Да, но она не только медик, она вам еще расскажет, почему она у нас сегодня в этой студии, и будет обсуждать этот вопрос. Это Александра Смирнова, наш постоянный участник наших программ. Это заместитель председателя Совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Александр, добрый день. Здравствуйте. И как раз подвижник, доброволец Елена Успенская, она координатор проекта Том Сойер Фест. Кто не знает, тоже сегодня вы узнаете, что это такое за проект и чем занимаются его участники. Добрый день. Добрый день. А вы нам можете звонить по телефону 3190, прямой эфир, у нас прямой эфир 3190. И высказывать ваше мнение, что вы думаете, что нужно делать с этими деревянными 1-2 этажами домами, которые находятся в центре города или рядом с центром. Нужно ли их сохранять? А может быть у вас есть мнение, что не нужно? Высказывайте, у нас опять-таки демократия, все честно. Мы любые мнения приветствуем. Может быть вы даже сами что-то пытаетесь делать. А самое, что вы не знаете, интересно, может быть кто-то из вас живет в таком доме. Очень интересно узнать мнение людей, которые живут в таких домах, что с ними надо делать. А может быть вы инвестор, который купил такой дом, что-то в нем хотите сделать, и может даже у вас что-то получается, а что-то и нет. 300-190, прямой эфир. Александр, расскажите, вообще есть какие-то оценки, а сколько в Твери деревянных домов дореволюционной постройки? Это сотни, это может быть тысячи или как? Слушайте, на самом деле я никакую аналитику к этой передаче не подводила. Потому что, я знаю, на скидку у нас это больше тысячи точно. Вот, я понимаю, что это сложно, потому что тем не менее они разрушаются. Одни из них являются объектами культуры наследия, часть из них является средоформирующими и ценными. И они готовились к... То есть они должны были охраняться статусом города, город должен был стать историческим поселением. Но вот у нас в определенный период завернули огромное количество городов из списка исторических поселений. У нас в области сейчас только три их осталось. И это не Твери. Причем их как бы очень странно завернули, потому что некоторые специалисты говорят, что это не очень законно и что предыдущее постановление действует, а не спор исторически. Ну, в общем, они не охраняют, они не входят в реестр, такая сложная ситуация. Да, но они при этом ценные. Если бы город был историческим поселением, то они бы охранялись по определенным регламентам, а теперь там должны сохраняться только... Ну, в основном там внешние формы должны сохраняться. Там другая ситуация, ну, она сложная. Ну, в любом случае их много, и они в плохом состоянии. И мне кажется, что там государство самоустранилось от решения этой проблемы, на самом деле, потому что есть списки, по которым, которые входят в дома, которые надо охранять. Но нет ресурсов, которые выделяются на сохранение этих списков. Ну, хотя бы каких-то там кредитных масс, там, безвозвратных займов на реставрацию. То есть государство реально устранилось от этой проблемы. Государство, вот тоже, давайте... Ну, оно вот диктует правильность. Федерация, область или... Нет, конечно, федерация. Закон федеральный. Федерация говорит, должно быть так. Эти дома ценные. Но оно никак, как бы, вот эту ценность не валидирует. Оно не выделяет особых денег. То есть сейчас идет, там, программа по сохранению деревянного зодчества в Российской Федерации. Но она вызывает большие споры. И мы говорили в прошлой передаче о кризисе реставрационной отрасли. И на самом деле было всего четыре последних... В последний момент, я не знаю, сколько сейчас аттестованных организаций. Там год назад было всего две аттестованные организации, которые могли работать с деревом. И очень маленькое количество специалистов. Конечно, высококлассный архитектор-реставратор в любом случае сможет это делать. Но именно специализирующихся на дереве становится все меньше и меньше. В России. Да. То есть, вы представляете, на всю Россию, там, до аттестации было четыре организации, вот этих бюро реставрационных, которые могли работать. И когда я ходила на заседание, вот как раз у нас было заседание в общественной палате Российской Федерации. Нет, университет культуры у нас, я не помню, где мы собирались. По поводу этого всероссийской программы выяснялось. Специалисты говорили, что вот такая критическая ситуация. Поэтому дома стоят, но как бы собственники находятся в брошенном состоянии. То есть, это их проблемы. И проще про эту проблему забыть порой. И нет никакой целенаправленной такой программы, которая могла бы подстраивать эти дома или на территории этих домов делать какие-то модули, которые могут позволить обеспечить людям уровень жизни современной. То есть, нет никаких разумных каких-то вот таких подходов. Есть просто требования, и эти требования настолько сложны уже становятся. При условии, что и реставраторы сами в дефиците, и как бы деньги на это... Требования к собственнику дома. А требования, да, высокие. И зачастую собственнику проще забыть. А если это еще не объект культурного наследия, а просто ценный объект, который там средовой, то собственники очень часто нарушаются правила, и уже за ними там не усмотреть. Достаточно пойти, взять матч и увидеть, что там происходит. Например, там в этом посаде какие-то там ужасные дома появляются. А вот вы имеете в виду, если вот, как вы говорите, памятник, соответственно, собственнику вообще ничего не имеет права делать? Нет, он должен взять, провести определенный процесс. Пошел должен в главном управлении, должен пойти по охране памятника, взять задания на работы, найти архитектора-реставратора, сделать проект, заплатить за проект. Это большие деньги. А какие порядок цифр? Я просто не рад не заказывал. Слушайте, на самом деле, вот недавно мы тут обсуждали, как раз такой момент, в Ташкент на заседание с главой города мы выезжали и с экспертами, и как раз это некорректно, то есть невозможно оценить точно, но в принципе это от 5 миллионов получается. То есть там сумма начинается где-то от 5 миллионов. Вот Карина сам нас скажет, на самом деле. Скажет обязательно. Вы же знаете эту сумму? На что, на проект? Да, на проект. Или на реставрацию? На проект, да. И на реставрацию тоже поговорим. Ну там, да, это все зависит от объема дома, поэтому трудно говорить. Ну если брать среднестатистический какой-нибудь там дом с мезонином, тем же самым. Слушайте, я не обсчетчик. Я скажу, что это минимум, как бы, и, видимо, когда не промахнусь, это будет минимум какой-то, видимо. Ну то есть просто для понимания... Это большие суммы, и у нас государство их не компенсирует, потому что во всем мире за реставрацию люди возвращают 50% затраченных ими сумм. Даже если это частный дом? Естественно, потому что это ценность для государства. Потому что они сохраняют памятник. Да, у них политика сохранения памятника. Государство говорит, этот дом ценен. Ценен, докажи. Как ты доказываешь государству? Ценен, просто это твои проблемы. Он ценен, ты живешь в ценном, но это твои проблемы, что ты живешь в ценном памятнике. То есть ни тебе, ни денег, ни помощи. Хотя... А у меня тоже такой вопрос. Скажите, у нас все время памятник, это дом непременно дореволюционной постройки. А вот дома, к примеру, построенные в Принепе, тоже деревянные, с резьбой, они считаются памятниками? В других городах, да. В Иваново, вот то, что у нас находится в районе города Сада, нереализованного, это первомайские поселки. Дома, которые 1927 года постройки деревянные. В районе Спартака, вот туда... По-моему, старших 90 лет, да, если я не ошибаюсь? В мире, да, есть даже какие-то практики там возрастные. В Иваново это ценные, там вот они эти поселки сохраняют. У нас эта планировка города Сада частично сохранилась в первомайском поселке, в Киркском. Вот эти деревянные дома, да, в Иваново они памятник, они у них стоят на... У нас нет. У нас из конструктивистских только фабрика кухни стоит, и все. Который, ну, на бригадный дом пионеров. Да, конечно. А так у нас конструктивистская вообще этот период не... Ну, поздний более у нас. Там то, что с кучеряшками, вот это все, там библиотека Горького, драмтеатр. Ну, это понятно. А у нас сейчас просто наступает период небольшой рекламы. Три минуты, не переключаясь, мы говорим сегодня о судьбе нашего архитектурного деревянного наследия в Твери. И не только, если вы нас слушаете, сидя в Таршке, к примеру, или в другом старинно-соречном городе, звоните тоже, пожалуйста, 300-190. Пока реклама. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, как возможно сохранить деревянную застройку дореволюционную или не только дореволюционную. Вот как говорит гость нашей программы, здания, построенные при НЭПе, к примеру, они тоже имеют ценность. И одно из зданий дореволюционных в Твери не так давно начали восстанавливать. Причем не просто, знаете, там какое-то самопальное, что называется, доски приколачивать, а восстанавливать прям, как мечтают реставраторы и вообще ценители нашей старины по всем правилам. Этот дом находится на углу Беляковского переулка и улицы Софьи Перовской. Он является частью комплекса как раз Аваевского центра нашего знаменитого, руководитель которого у нас сегодня, как я уже говорил, в гостях. Карина Александровна, скажите, пожалуйста, мы помним, как вы восстанавливали еще тот корпус, который ближе к красной линии Софьи Перовской находится. Помните, долго были тоже и сцены одни, вот самостоящие руины, хоть войну снимают. И вот потом прошли работы. И вот сейчас вы начали другие работы вот на вот этом корпусе, где там раньше была и библиотека медицинская, много чего было. А мне, знаете, так интересно, тяжело же-то, геморройно, что называется, здание старое. Вот не возникает соблазн такого, может, снести вообще и шут с ним. И так, постановил вот это здание, уже хорошо. Нет, не возникает. Ну, я чуть-чуть только поправлю, чтобы, так сказать, легитимизировать мое пребывание здесь. Я, помимо того, что главный врач центра Аваева, я еще и член президиума ВАПИК. Вот под Александрой, так сказать, в ее управлении. Поэтому у вас мысль такой не возникала? Нет, наверное, наоборот. Потому что у меня не возникает такой мысли, меня туда исключили. Скорее так, да. Значит, и еще одна поправка к вашему вступительному слову. Вот вы так одним штрихом всех чиновников выровняли. Не очень хорошо. Я знаю, что проблемы существуют, но это не наш случай. Потому что вообще вся территория нашей больницы, это историческая территория, это засмачи, которую в свое время выкупил Василий Петрович Аваев, построил там, как вы знаете, первую бесплатную больницу для православных неимущих жителей Твери. И кроме, ну, в этой больнице был определенный устав, были определенные условия. В ней не принимали инфекционных больных, и в ней не принимали неправославных. И по этому поводу журналисты в то время очень много писали, а как это так, а почему Василий Петрович друг, значит, только для православных, а не православные. Но он был человеком предусмотрительным, очень мудрым, и очень, видимо, скрупулезным и аккуратным. Потому что то, что мы видим сейчас на флигеле, конкретно говорит об этом. Василий Петрович построил флигель. Вот этот самый? Вот этот самый. Но вообще флигель был не один. Их там было несколько. В одном флигеле принимали неправославных и инфекционных, оказывали им первую помощь, а потом их отправляли уже дальше в те учреждения, в которых они должны были лечиться. Второй флигель был аптечный. Там готовили лекарства для больницы. Был флигель-морг. Вот когда мы строили пятиэтажное здание, когда мы занимались благоустройством территории, когда была археология, мы там находили бутылочки фармацевтические, с гербами, со штампами, все как положено. А флигель Абаевской больницы, он тоже был построен в 1878 году. И первый проект реставрации, консервации с фрагментарной реставрацией, поправляй меня, пожалуйста, поскольку я не профессионал, и вообще у профессионалов, прошу прощения... Это все равно никто не поймет. Да. Он был готов уже в 2010 году. И вот на протяжении 10 лет мы старались, пытались, искали возможности, обращались к руководству. Но вот до этого года, до прошлого года у нас ничего не получалось. И я хочу сказать спасибо лично Игорю Михайловичу, потому что это его решение было. Пойти на то, чтобы этот флигель восстановить. Были прежде чиновники, которые, как вы говорите, предлагали мне подпалить его ночью. Даже вот так вот, да? Такая такая стоит, да. Гневушка, как она раз называет. И это решение Игоря Михайловича. И главное управление, которое включило в нас программу, поскольку флигель является памятником архитектуры, он стоит на учете. И вот мы получили такое разрешение, сделали в прошлом году проектную документацию. И сейчас, вот, к моему большому счастью, все-таки приступили к ремонту. Ну, начали делать в прошлом году проект, в этом году закончили. Пока это такая процедура экспертизы, авторская процедура. Вот, и сейчас вот мы, слава богу, начали. Но я могу просто с огромной радостью сказать, почему говорю, что Василий Петрович был человеком очень ответственным, очень с душой. И сам корпус Абаевской больницы, когда мы восстанавливали, там было очевидно, что там все сделано профессионально и с любовью. Кстати, корпус строил Петр Федоров, архитектор. А храм через 19 лет проектировал его сын Александр Федоров. И, соответственно, и флигель тоже они же проектировали. И там были потрясающие совершенно вещи, с которыми мы сталкивались. Там действительно долго лет шла реставрация. Она шла почти 10 лет, с 2001 по 2010 год, в большом Ваваевском здании. Да, и там были голландские печи и камины, которые были устроены таким образом, что можно было за 40 минут проветрить все здание, а там полторы тысячи метров, не понижая температуру ни на градус, проветрить через форточку. Вот так разумно было все сделано. А во флигеле вот сейчас, когда мы вскрыли вот эту верхнюю обшивку, сняли ее, вот бревно, оно звенит. И такое ощущение, ну, если вы мимо ходите, вы видите, оно просто как будто откалибровано. Очень есть удивительные вещи, я, конечно, в этом не специалист, еще раз подчеркиваю, но сами реставраторы, которые работают там, там каждое бревно 18-метровое, цельное. То есть дом собран из 18-метровых бревен. И они все звенят. Единственное, вот нижний венец, его сейчас придется менять, потому что он прогнил, а все остальное цельное. То есть флигель будут поднимать, вытаскивать это бревно, там белый камень в фундаменте сохранился. Я вчера как раз ходила туда, вот там разобрали пристройку, которая была уже более поздняя. И камень, белый камень, который стоит в качестве фундамента, он как гранит выглядит. Он просто в изумительном. Там какие-то вот фрагменты только нужно будет менять, а все остальное, конечно, в очень хорошем состоянии. И покажу, что мы нашли. Причем, что удивительно, это мы нашли под обшивкой флигеля. Не в подвале, а когда стали снимать обшивку, строители говорят, слушайте, мы нашли там такой ботинок, это галоша. Она резиновая галоша. Это сюрприз. 1896 года. Это производство, самое крупное в то время в России производство мюнделя. И здесь есть герб, и здесь есть год. И вот в таком великолепном состоянии он сохранился. Даже замочек работает. Вот обувь делали. А в нем, представляете, здесь вышивка. Представляете, что вот здесь вот вышита мюндель. Резиновое производство Рига. А в нем был вот такой ботиночек замечательный. Это уже кожа. И здесь, посмотрите, какие гвоздики. Да. И вот этот был внутри. То есть, ты приходишь в дом, ты снимаешь галошу резиновую, и в этих туфельках ты двигаешься дальше. Не тапочки, не в носочках, а вот в обуви, которая внутри. А это, я так понимаю... А это тоже мы нашли, это уже в подвале. Телезрители, это не то, что вы подумали, это не мерзавчик, как сейчас говорят. Я могу свидетельствовать, написано аптека. Формация написана. Формация, да, из гербов. И орел, двуглавый. Да, и двуглавый орел, да. По нерусски написано. Ну, по латыни написано, как положено. Да, латынь. Вот, поэтому... Тевтон составили там, наверное? Она не одна. Да, кстати, у нас еще один сюрприз есть. Вот это мы нашли уже в подвале. Это трехгорная пивоварня, которая тоже была основана в 1882 году. Она, кстати, и сейчас существует в Москве, но она уже носит. Она была... Не важно, не будем знать, как она называется. Теперь самое главное, что еще одна находка. Вот такую находку тоже нашли. Пивоварня Москва. Да. А еще была очень интересная, очень интересная находка. Вот, кстати, о книгах мы говорили. Это книга «Учебник инфекционных болезней» 1928 года. Ну, казалось бы, ничего так особенного. Он просто такой промокший, мы его сушим сейчас. Но самое интересное другое, что все страницы этой книги, этого учебника, они исписаны ручкой. И там результаты анализов пациента. Это 1945 год. 1945 год. То есть, видимо, не было бумаги, и использовали книги для фиксации. То есть, это журнал анализов, которые делали из больниц. То есть, это уже после освобождения, получается? 1945 год, да. Вот такие вот интересные находки. Поэтому, как это может не вдохновлять? А вот, Крылья Александровна, вот как раз, Александр, по поводу цифр. Вот сколько стоит проект? Стоит не проект. Я вам скажу, сколько стоит ремонт, реставрация. Проект не скажу, сейчас я эту цифру просто не помню. Потому что заказы, это же комитет по историко-культурному наследию, они как бы заказчиками являются. А что реставрация стоит 25 миллионов. Классически 10% от суммы реставрации обычно там считается сумма проекта. Есть реставраторы, которые просто из милости... Ориентировочно так. В нашем случае наш архитектор-реставратор, с которым мы восстанавливали Аваевское здание, она это делала, потому что вообще... Ну, вы, наверное, знаете, что у нас и книга издана об истории Аваева, и об истории больницы. Вообще для нас этот проект, он родной просто. Поэтому в этом смысле здесь не было желания заработать на этом. В этом смысле было желание и у Ольги Анатольевны, и у меня довести до завершения вот эту территорию Затьмачи. Потому что вот красная кирпичная стена, которая у нас в пятиэтажном здании, это родильный дом 1912 года. Он тоже строился на пожертвования. И там каждая палата носила имя жертвователя. Василия Петровича в это время уже не было в живых, но поскольку это его земля, одна из палат носит его имя. Аваевское здание мы тоже отреставрировали, восстановили, и оно радует. Вот уже в 2009 году мы его открыли, вот уже 11 лет. Вот честно вам говорю, я каждый раз туда захожу, и это, конечно, фантастическое здание. Просто оно вот вдохновляет. И оставался у нас вот этот флигель, который надо было тоже в этот комплекс весь, всю эту застройку привести в порядок. Поэтому это очень вдохновляющая история. — Елена. Да, наконец, у нас еще здесь очень хороший человек, Елена Успенская. Елена Успенская не обличена никакими должностями высокими. Все впереди еще, я думаю, будет. Это просто жизнь мествери, которая душа, что называется, тоже болит, и которой не все равно. Елена участвует в таком проекте «Том Сойерфест», координатор. Это сразу вы не подумайте, это не когда там кого-то обманом выставляют забор покрасить. Тут наоборот, все люди приходят сами. Елена, расскажите, во-первых, что за проект? Не все знают, что это такое за проект. Насколько я знаю, он не только во многих городах России уже реализуется. Я один из координаторов, на данный момент у нас четыре координатора, ну и уже сформировалась команда волонтеров. Проект «Том Сойерфест» реализуется уже в течение пяти лет в разных городах России. На данный момент уже больше 50 городов и сел включились в это движение. Зародился проект в 2015 году в Самаре. Там группа инициативных граждан, просто у них закончили силой и терпением смотреть на то, что происходит, так сказать, от безысходности. Там говорили тоже много уже о восстановлении исторической среды, о ценности. Но реставрация происходила очень медленно и очень мало объектов включали. И ребята решили просто сами взять кисточки в руки и пойти покрасить несколько деревянных домов на улице Льва Толстого в Самаре. Правда, они быстро поняли, что одной покраской дело не ограничивается. То есть все нужно делать максимально по правилам. То есть зачищать поверхность, затем грунтовать, красить, восстанавливать утраченные элементы декора. Когда они привели в порядок вот этот участок улицы, сразу несколько, три дома за одно лето, то к ним стали активно присоединяться и другие города. Вот спустя пять лет Тверь тоже наконец стала участвовать. У нас в Тверской области Томсуэрфест реализуется уже в течение трех лет в Кимрах. За три года у них, по-моему, третий объект уже в работе. Хочу сказать, что мы не занимаемся реставрацией, проект занимается восстановлением. Конечно, работы максимально стараются быть приближены к тому, что было. Но все равно это работа в основном не с ОКН, не с объектами культурного наследия. В основном это деревянные домики. Иногда бывают какие-то кирпичные каменные ниши. Я слышал в Кимрах, да? В Кимрах сейчас как раз-таки такой. Они тоже взяли не ОКН. Смешанный дом, да, тоже не ОКН. А что будет, если взвозить ОКН? Сейчас объясню. Объект культурного наследия. Почему восстановление? В Кимрах нижнем, там, пиране Давыдова, координатор, она тоже член хранителя наследия. Она сама, ну, аттестована, и папа у нее эксперт, она потомственная. Они делают проектную документацию за свой счет сами. То есть, почему восстановление? Потому что реставрационные работы должны быть лицензированы специалисты. Во-первых, то есть специалисты. Да, имеющие лицензию на проведение этих реставрационных работ. Здесь проект больше волонтерский. То есть, это одна из его особенностей. Это проект, в котором простые горожане, простые жители инвестируют, так сказать, свое время в восстановление исторической среды. Какие деньги, наверное, все-таки материал купить? Нет, я сейчас расскажу все по порядку. Конечно, можно помогать по-разному. Можно и какие-то средства, если у вас есть возможность, да, направлять. Ну, в общем, если по порядку, то как вообще у нас все появилось? Где-то в июне разместили объявление о том, что мы ищем дом. Ну, инициативная группа Томсуэрфеста. Буквально за неделю дом нашелся. Сам? Позвонили вам? Да, соседи, соседи. Ну, вот как-то там кто-то на улице посоветовал женщине, предложил хозяйке поучаствовать. А суть текста объявления какая была? Ну, мы в интернете разместили информацию о том, что мы ищем дом для восстановления. Рассказали, что такое Томсуэрфест. Кратко. Ну, кстати говоря, многие жители города уже знали об этом фестивале. У нас в Тверской области о нем уже знали. И несколько буквально перепостов в социальных сетях. И вот находится дом. Уже начинают подаваться заявки от волонтеров. Примерно через месяц мы с ними встретились. Это были первые... Ваш куратор к нам, к Вапик, обращался. Я связывалась с архитектором-ресторатором, чтобы он дал консультацию о подборе материалов. Хорошо, вот я не знала об этом. Вот, и собралась какая-то уже команда волонтеров. В августе начались работы. Вы много людей-то? Первый день к нам пришло около 20 человек. 15-20 точно человек было. Просто дело в том, что так кто-то приходит, уходит. Кто-то позже появляется на площадке. В целом, там человек 20 за день было. К нам даже приезжали студенты из Москвы. Двое ребят. Они причем возвращались и собираются возвращаться снова. То есть даже такое. Бывает у Томсуэр-феста между городами. Приезжают люди из соседних городов. Или же вообще команды посещают друг друга. Например, мы летом посещали Кимр. Ну, заодно перенять у них опыт, знакомиться. По поводу волонтеров. Да, и работают именно волонтеры. Все, что могут сделать качественно, делают эти люди простые. Естественно, когда они приходят на площадку, что они не умеют, их научат. Если что-то там не хотят, делают, не нужно. Это абсолютно добровольные проекты. Здесь все основано на абсолютной добровольности. То есть никто не обязан постоянно находиться на рабочей площадке. Могут приходить люди тогда, когда они хотят, тогда, когда они могут, когда имеют возможность. Проект длится в течение какого-то времени. Работа с домом может занимать достаточно долгое время. Какое? Это невозможно предсказать. Все зависит от того. Ну, а из прошедших? У нас терапивный объект. Скажите, а тоже расскажите, что за дом? Во-первых, какая улица и что он собой представляет? Потому что деревянные дома разные. Есть совсем небольшие буквально, которые еще и в землю вросли. Есть вот эти доходные двухэтажные с роскошной резьбой. Рядом как раз от центра Аваи вот такие на бебели находятся. Поэтому что представляет собой этот дом? Дом подходит под критерии, по которым фестиваль ищет дома. То есть это жилой дом. Он должен быть жилым. Хозяева должны быть готовы и желать этого помогать. То есть не быть против. Наоборот, оказывать поддержку. Может быть, в чем-то даже содействие. Дом этот конца 19 века. Объемы какие у него? Это одноэтажный дом. Но у него есть вышка, еще второй этаж. Он тоже был жилым. Сейчас там никто не проживает. Деревянный дом. Из элементов декора интересных там вот есть дверь, которую мы собираемся восстанавливать. Потому что часть ее однажды была просто выбита ногой какого-то прохожего. Видимо, неоценителя деревянного зодчества. И эту дверь мы собираемся восстановить. И вернуть ее функции. На данный момент проведена очистка части уже фасада. Очищаем от старой краски, от грязи. До такой степени, чтобы можно было грунтовать, а впоследствии красить. Сейчас у нас появились леса. Благодаря участию в круге благотворителей мы приобрели леса. Смогли устанавливать будем в ближайшее время. И продолжится работа уже выше. Дальше часть фасада. Затем будет все это прогрунтовано. И в таком состоянии дом уйдет в ЕМУ. Есть такая практика. То есть мы не успеваем. Поздно запустился проект. Но это определенные условия. Из-за пандемии. Вообще в этом году к проекту присоединилось немного городов. Меньше, чем обычно. И многие запускались еще в конце августа. И даже кто-то там... У нас, например, по гранд-области проект начнется только в начале октября. Там субботники. Которые должны были быть на всемирный день субботник. По два субботника. По гранд-проекту субботы проводят в первых двух неделях октября. За коронавирус. Окраска дома запланирована уже на следующий теплый и сухой сезон. То есть... А будут ли, кроме... Основательного такого... Да, окрасочных работ. Вот как раз может быть восстановление где-то карнизы элемента отвалились. Где-то наличники может быть и так далее. Нет, там нет наличников. Там есть просто ставни. Они достаточно крепкие и все еще нормально. Если где-то утрачен элемент деревянный, незначительно, тогда идет замена. Где будете, кто? Тут у вас есть речки. Сейчас мы ищем плотников, переговоры ведем, кто поможет нам восстанавливать элементы, резные двери. Здесь очень интересные, кстати, я знаю у нас специалисты, но они прямо на станках ЧПУ все делают. Да, сейчас все делаем. Мы хотим найти людей, которыми будем сотрудничать и впредь идти дальше. Естественно, имеется в виду, что этот плотник согласится бесплатно сделать. Или все-таки им приходится платить за их работу? Ну, что-то платят им эту работу тоже. Обычно или просто сотрудничают, или предоставляют какие-то, да, там, скидки. А вот как раз говорили, что мастеров сейчас нету на Руси, две фирмы остались и так далее. Но ведь действительно деревянная резьба, я просто знаю, насколько сейчас речки по дереву, они, да, масть свою, если это не какой-то там действительно резной камин, то все вот эти элементы делаются действительно на станках ЧПУ. Да, он сейчас делают уже любые элементы. То есть я к чему, что тут, наверное, не станет такой проблемой, что мастера нет, потому что на станке это вот этот элемент, допустим, ну вот я говорю, карниз отвалился, они, знаете, фрагментарно сейчас все отваливаются, там, допустим, какая-то резьба. Уж, наверное, можно показать, он сделает замеры, и станок выпилит это в 6 секунд. То есть не должно стать проблемой с мастерами? 6 секунд, конечно. Не, не знаю. Мы сейчас пока, не знаю. Вообще у нас, вот, Ольга Анатольевна, она очень такой принципиальный, очень реставратор. И, ну, и на прошлом объекте, и на этом объекте всегда цель ставится, поскольку это реставрация, цель ставится, да. Ну, это когда объект в том наследии, да. Ну, у нас, да, я про сейчас, про наш объект говорю. Уж если это невозможно, ну, вот у нас так было на Аваевском здании с входной дверью. Ну, мы ее сделали заново, потому что та была уже вся, ну, она скрошилась, вся сыпалась. Мы ее сделали заново, но сделали точной копией. И вручную делали? Вручную делали. Ну, а у ребят просто все-таки нет финансирования. Я так понимаю, им бы, дай бог, сделали на ЧПУ. Ну, у ребят и не памятник. Да, да, важный момент. То есть, Александр, это вполне допустимо, вот, на ваш взгляд. Ну, знаете, это такой спор. Мы говорили с тех, кто реставраторами на эту тему, они ругаются. Ну, при условии тех объемов разрушений, которые сейчас есть. Что никто ничего не делает. Я уже как просто... Нет такого количества мысльеров, которые... Как уже как искусствовец скажу, что было бы, ну, восстановление, если возможно восстанавливать. Сейчас станки чисто программным управлением, они, собственно говоря, такой точности достигают, что если бы все времена такие были станки, люди бы их использовали, главное, там, качество древесины еще. Точность соответствия образцу. Потому что самая большая проблема сейчас в реставрации, когда к ней, ну, уже и к работам, которые ведутся с ценными объектами, вдруг появляются люди, которые в этом не разбираются. Там самые большие страшные вещи происходят, когда происходит искажение облика восстанавливаемых деталей. Поэтому... Не точно. Вообще искажение. То есть, это очень много просто каких-то примеров, чуть ли не анекдотически по всей Российской Федерации происходит. Там это и с деревом, и с лепниной. Ну, если люди уже щепетильны к этому относятся... Ну, это когда людям, на самом деле, все равно. Мне кажется, там, дом 40, ясно, например, тут же они щепетильны к этому. Ну, вообще, мне кажется, что сейчас немножко послаблены, что называется, требования, потому что я вот рассуждаю... Мы когда, опять же, возвращаясь к Аваевскому зданию, мы восстанавливали рамы ровно такими деревянными, какими они были, да? А я посмотрела в Питере, на Невском, там везде на памятнике стоит пластик. Только под дерево? Да. Не всегда даже под дерево. Даже белый? Да. Там очень сильно рукается сейчас на государственный комитет. Ну, я говорю о том, что мы видим. Понимаете? У нас была принципиальная позиция, мы должны сделать деревянные рамы. Надо сказать, что, конечно, есть определенные... Сейчас... У меня такое впечатление, что сейчас просто нет такого дерева, какое было вот в те времена. Ну, вот они сушили его, они его специальным образом... Я вам говорю, 142 года дому, он весь звенящий, понимаете? Это бревна готовили много лет. Да, представляете, там перекрытие между подвалом и первым этажом, они тоже из дерева. И единственное помещение, где прогнили эти деревяшки, деревяшки, там бревно настоящее, хорошее, это то помещение, которое в советское время отгородили от всего остального здания и закрыли продухи. И вот там это бревно сгнило. Нарушили циркуляцию воздуха. Извлечили влажность. Саверогнило и так далее. Да, да. А 18-метрового сейчас тоже нет. Ну, где его взять? Его нет. Жили у нас вот все доки и дерево-проводческие комбинаты. Жили нельзя. Если вы сейчас здесь на железной дороге в сторону фирменской границы и увидите, как туда идут поезда с лесом, вы поймете, что, собственно говоря, мы не перерабатываем лес. И еще одна, конечно, для справедливости, надо сказать, еще одна проблема, его теперь туда просто не втащить 18-метровый. То есть, когда его там собирали на голой площадке, это одна история. Когда нам надо его бракер нести. Поэтому, конечно, какие-то послабления есть. Хотя... Пускай им будет сюда засовываться? Да. Орлетик? Тортик? Ну, нет, там по 6 метров. Тоже 6 метров-то. Елена, а вы когда по окраске, опять-таки, будете обращаться за консультацией к специалистам? Потому что... Я вам дала все контакты, я не знаю, возможно, что это. То есть, ну, просто для каждого архитектурного стиля свой цвет. Вы уже, может быть, даже знаете, какой цвет будет? Мы должны красить дома в тот цвет, который у них изначально был. И какой был? Ну, мы видим там остатки краски старой. Мы, кстати, тоже этим путем идем. Какого цвета ваш будет? Желтенький. Желтенький. С красной крышей. Ну, приятно, что он зеленый. Вот я сколько себя помню, он зеленый. А я вам расскажу эту историю про зеленый. Его покрасили зеленым, когда приезжал сюда патриарх Кирилла, когда всю Софь Перовской красили зеленым цветом. Там все, если вы посмотрите, старые дома, там очень много было. А вот даже ограду, вот ту часть ограды, которая прилегает к воевскому зданию, там тоже докопалась, Ольга докопалась до первозданной краски. И я сначала, честно скажу, у нас забор против пятиэтажного здания черный, и я себе представляла, что здесь должен быть черный, это же единый комплекс. Ольга сказал, нет, так не будет. И на самом деле, когда уже вот стало, когда готово здание, когда готова была эта решетка, оно такую легкость придает и ажурность, именно вот этот вот светло-серый цвет. И здесь докопались до желтенькой краски. Ну, хорошо. Хотя, если честно, мне вот желтая краска, знаете, как тому Чичикову. Помните, в ревизоре, как вы помните, поморщившись, смотрят на дома этого из Новгорода, потому что все в желтой краске, это было время. Не делайте выводов, пока мы не докрасим. Я не спорю. У нас Абаевское здание желтое? Ну да. Кровля красная? Оно вас раздражает? Нет. Для нас тоже нет. Ну, много вопросов. Город стало, что там у желтой краски очень много. Слушайте, у нас северная все-таки архитектура, она должна быть радостной. В Петербурге там нет. У нас слишком все серое. Почему нет? Там меньше желтая. Это такой род депрессии. Не ходите за ним. Там в Питере, знаете, чудесный город. Там Достоевского надо читать и грустить. Читали, не грустим. В Петербурге замечательный город. Ну да ладно, мы немножко уходим в сторону. Скажите, господа, а в целом, вот, вот, у меня впечатление, что, вот, как мы сказали, мало таких, как вы, руководителей, ну, чего же там греха таять. Читательно относящихся к процессу реставрации? Ну, потому что, опять-таки, еще раз говорю, ну, проще вот довести до разрушения и снести, как говорят, с гнилушкой, через него возиться, деньги у губернатора, просить, может, эти деньги лучше сейчас кто-то посмотрит, скажет, там, на больных пустили, там, не знаю, на новое оборудование. Это если не знаешь законодательство, если знаешь законодательство, значит, что-то сложнее. Ну, тебе пример, когда доводят до разрушения, специально, да, или поджигают, коктейль молотого кидают, а вы вот возите. Или вот, как ребята тоже могли бы там пойти в кафе вечером, или там, не знаю, еще куда-нибудь, они вот приходят, стараются, там дышат этой старой краской, пылью этой. Уверно, я понимаю, что вот в ближайшее время так и будет, что у нас надежда только вот таких подвижников, ну, вот, меценатов, может быть. У каждого в этой жизни что-то вдохновляет, кто-то этим занимает. Ну, для меня, например, вот для меня, то есть, я всегда говорю, что вот этот процесс восстановления здания Аваевского и исторические документы, которые были представлены перед тем, как мы начали его реставрировать, они для меня были таким вдохновляющим посылом. Потому что история самого Василия Петровича, его семьи и их жертвенность по отношению к городу. Вопросы в городе-то были, да, вот тогда, помните? Да. Аваев, Карпов, глава ГУМ и так далее, да, Головинский. Вот сколько вот, да, были люди, которые... Он, умирая, все свое состояние городу завещал или что-нибудь построил. Вот сейчас можете представить, что кто-нибудь из наших даже региональных богатых людей умирая бы, завещал вот Тверской области что-то. Я вот вообще не представляю. Да, дай Бог, живут. Давайте, да, давайте. Ну, там я до тех лет, я имею в силу естественных причин. Не надо всех под одну ребенку. Не всех, но тем не менее, пока я таких примеров не знаю. У нас, на самом деле, много жертвователей, они каждый выбирают себе... Не афишируйте. Да, каждый выбирает себе свое направление, так уж всех не надо. Не всех, но тем не менее, я пока таких примеров не слышал. Нет, но если мы будем... Друзья просто не открываются. А мы сейчас послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Меня зовут Алексей Владимирович. У меня вопрос к ведущему. В начале передачи было анонсировано маленькие домики деревянные, трудности хозяев их поддерживать. Что с ними делал? Вместо этого мы слышим, как все замечательно делается с товаревскими домами. А что с маленькими-то делал? С какими? Ну, с того, что я вначале сказала. А вы живете как раз в таком домике? Да, я живу в таком доме. Прекрасно, что вы позвонили. Я как раз просил звонить. Скажите, ну вот, как у вас... Вы в историческом центре, да, дом находится? Ну, нет. Волынская Слобода. Ну, тоже, на самом деле. Скажите, вот вы как поддержите в нормальном состоянии ваш дом вообще? И пытаетесь ли вы там следовать? Или вы идете, к примеру, сходите из того, что вот на что деньги есть, там, к примеру, в центре я таких примеров, к сожалению, много вижу, когда обшивают сайдингом и все. Так дешевле, чем восстанавливать вот старую обшивку. Как вы решаете проблему с поддержанием вашего дома в нормальном состоянии, более-менее, хотя бы? Слушаем вас. Вы не слышите меня? Вот сейчас, говорите, говорите. Когда я вернулся в этот дом, в котором родился и вырос, у меня встал вопрос, что с ним делать, потому что дом ветшает. Дом в 46-м году построил мой дед. Ну и, конечно, как-то аутентично восстанавливать деревянными ранами, во-первых, негде, а во-вторых, это существенно дороже, чем поставить пластик. Поэтому, и потому тоже, что это не историческое наследие, мне пришлось все-таки сделать современными технологиями. Если бы город как-то помогал, и это было известно и понятно, я бы с удовольствием сделал так, как было. А если вот перед вами встанет вопрос, что наружные стены тоже приходят в негодность, вы вот тоже зашьете сайдингов, к примеру? Уже зашил. А, уже зашили. Это непонятно. Я понимаю. По той же самой причине, да? Ну, конечно. Дом был обшит вагонкой. Вы знаете, как дерево с годами становится сначала серебряным, потом темным. И если его красить регулярно, а он никогда не был покрашен, этот дом, то это надо делать регулярно и очень дорого. Но все равно со временем дерево гниет. Это понятно. А вы оценивали вот так, теоретически, я понимаю, да, дорого. Сколько вам стоило, а во сколько вам обошлась бы краска? Вот закупка краски при условии, что вы сами красили этот ваш дом? Нет, не оценивал. Ну, а может быть не так дорого или как все-таки? Вот из чего исходит, что это будет дорого? Вот вы сейчас мне задаете вопросы конкретно по моим вещам, которые я уже сделал. А я-то хотел услышать, есть какая-нибудь надежда, что государство, город, еще кто-то, может быть, меценаты с участием тех, кто организует, тем, кто еще не обшил свой аутентичный дом сайдингом, им скажут, не делайте этого, можно сделать так, так и так, нужно обратиться туда-то. Спасибо вам за вопрос, спасибо вообще за звонок. Александра, ну, я так понимаю, скажите еще раз, что... Слушайте, ну, во-первых, я не знаю, потому что Алексей, я забыла отчество человека, который позвонил. Неважно, вы имеете в виду, что у него дом не памятник и так далее? Ну, конечно, не памятник, но в плане того, знаете, проблема еще в том, что у нас сама отрасль деревянного строительства находится не в самом хорошем состоянии, несмотря на то, что мы живем в области с лесом, который там как-то вырубается, вывозится. И мы обсуждали этот вопрос на заседании общественного совета глав архитектуры областной, еще когда Жоголев был не главным архитектором, и говорили про это, что было бы здорово при новых технологиях вообще работы с лесом. У нас как бы нет этого объема даже специалистов, которые работают так массово с деревом, чтобы это было там доступно, дешево. А вот человек спросил, куда можно обратиться? Ну, это у человека обычный дом, просто не в хорошем. Если он живет не в обычном, а на улице Софьи Перовской? Да никуда нельзя обратиться. Он обратится в главное управление, получит рекомендации, которые ужаснут его, и бабушка, которая хочет покрасить дом, должна будет сначала заказать документации. Да, это проблема, она прям реально проблема. То есть человек говорит, что мне делать? Я живу в деревянном доме, но он деревянный, но я сейчас искажу его облик. Ну, никто, да. Ну, я не знаю, это уже проблема там готовности муниципалитета. А он не готов. А у муниципалитетов нет своих. На самом деле, по идее, это у нас город с богатой историей, но у нас проводили, когда... Я проводила, честно говоря, в том году аналитику вообще по историческим поселениям. Выяснилось, что у исторических поселений бюджета городов в Российской Федерации отсутствуют разделы в бюджете. Просто идешь и смотришь в бюджет города, сразу видишь. А там нет раздела сохранения культуры и наследия. То есть я по всей Российской Федерации выборочно выяснила, что там, предположим, у исторических городов по всей Российской Федерации только там у десяти из тысячи была в бюджете эта программа сохранения культуры и наследия. У нас в городе нет такой программы. То есть у нас нет такого в бюджете даже. Хорошо, но у меня такой, у нас сейчас скоро будет реклама, у меня вопрос, вы же вообще есть с чиновниками, а могут они хотя бы не мешать, скажем так, если бабушка нашла все-таки краски, не спросившую у вас, может даже цветом угадала, какой положено, но сама без всякой экспертизы и начала красить, не начнут ли ее привлекать к ответственности, а ты что? Бабушку? Бабушку? Бабушку могут. Вот. Если город будет красить нелегально, то его не привлекут, если бабушка, то ее привлекут. А почему наши чиновники так действуют, у тебя нет денег, помочь бабушке? Бабушку не страшно привлекать. Условно говоря, не важно, бабушку, дедушку, мужчину молодого, кто живет в этом доме, он сам нашел деньги, да, без проектной документации, у него нет денег. Почему такой настрой сразу? Я не знаю, но, Саша, на самом деле у нас же есть градостроительный план. Есть. Да, который должен реализовываться. В этом градостроительном плане наверняка эти точные застройки, вот этих точных домов, они каким-то образом обозначены. Значит, если этот план реализуется, то их либо красят, сносят, строят что-то новое. То есть сейчас, мне кажется, в этом разговоре мы не найдем... Ладно-то вещь, которая планируется, но не всегда делается. Нет, понятно. Без него-то вообще непонятно. Потому что если идти тем путем, о котором Роман говорит, одна бабушка в этот цвет покрасила, другая бабушка... Архитектурный облик города, то он же все равно должен быть каким-то понятным и внятным. У нас и так много чего... Ну, еще смотря, какой чиновник. Чиновники бывают разные, поэтому смотря, про какого чиновника вы говорите. Хорошо. Это тоже, говорится, слово менеджера про всех менеджеров. А у нас сейчас реклама. Три минуты. Мы сегодня говорим об архитектурном наследии деревянном. Три минуты рекламы, не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Говорим о деревянном архитектурном наследии старинных русских городов. У меня, знаете, такой вопрос тоже ко всем. Ведь зачастую претензии еще страны-собственников к этому наследию, к которому они живут, или которые они купили как инвесторы, в том, что эти дома сложно приспособить под современный быт, потому что другие были стандарты, планировка та же самая, она в большинстве случаев, что называется, не прокатывает под современные стандарты. Люди так не хотят жить. Нужны большие комнаты, светлые кухни и так далее. Нельзя в них зачастую какой-то общепит, может быть, разместить офис, то же самое. Вот в этой связи у меня вопрос, а можно ли как-то действительно приспособить к современной жизни, чтобы не просто был памятник нежилой, а чтобы в нем можно было либо жить, либо работать, либо принимать гостей в кафе, ресторан и так далее. В некоторых домах можно было бы провести водопровод. Водопроводов что нет? В центре города? Никакого. Да? Не знаю, если дом это выдержит. Но мне кажется, какие-то модули с коммуникациями, если бы были какие-то стандартные, которые можно будет поставить во дворе и сделать еще один дополнительный модуль с переходом, например, из этого дома. А кому можно? То есть скрипучно. Ну почему? Ну вы бы стали жить в доме без водопровода? У меня был дом без водопровода, например, где у меня спальные комнаты, гостиная, там еще что-то там с печкой и модуль, в который я прихожу, у меня там кухня душевая, там все. То есть он не трогает этот. У меня не выгребной туалет в дворе, а у меня целый там еще, предположим, у меня там 40 метров модули. А дадут модуль-то пристроить? Ну если бы была такая политика, которая разрешала как бы приспосабливать. Ну обычно у домов есть какая-то территория, там охрана охраняется. Нет, но я просто думала про это много. Как людям жить в таких домах в центре? Или работать. Ну не важно. Офис тоже разместить опять водопроводные. Александр Санитарович, очень часто реставрация домов, она сталкивается с требованиями по санитарным нормам, и они начинают друг другу противоречить. Сейчас, например, вообще реставрацию Министерства культуры собирается отдать Минстрою. И там огромные по этому поводу бои идут. Одни говорят, что это плохо, другие говорят, что это хорошо. Потому что, в общем, это огромная полемическая проблема. Но в плане того, что жизнь, она двигается как бы. И если бы это было хорошо просчитанное какое-то пространство, которое можно подключить к дому, и додать ему там. Я не знаю, я, конечно, фантазирую уже. Калина Александровна, у нас две минуты. Вы, что будет в вашем вот этом корпусе, который вы реставрируете? В нашем корпусе так спроектирован, так сделан проект, что у нас там помещение-трансформер. То есть мы можем там и планируем делать подразделение Центра амбулаторной онкологической помощи, где будет химиотерапия. А в случае необходимости мы можем там организовать учебные комнаты. То есть будет действующее жилое здание, не музей какой-то застывший во времени? Нет, конечно. Я немножко удивлена вот этим разговором о подводке воды. У нас и в Аваевском здании вода проведена, и сантехника все установлена. То, что у вас изначально строилось как клиника? Ну, возьмите Питер. Сколько там зданий, которые 18-го и 19-го века, но они же все цивилизованы сегодня. Там долго не было проводить? Нет, долго не было. Сейчас есть. Мы говорим сегодня и сейчас. Но вы планировку, получается, меняете? А там планировки уже давно нет. Там в советское время ее меняли. И там же, вы знаете, был и музей истории медицины, и библиотека обком медицинских работников, и хозяйственная служба. Главное, сохранение внешнего облика. У нас нет сейчас привязки к тому, как был спланирован Флинин тогда. А, естественно, приспособление под те нужды. Александр, это выход тоже. Есть такой выход за рубежом, когда вообще либо сохраняют вообще фасад по красной линии улицы, либо коробку дома, а внутри перепланировка, потому что по-другому никак. Это по-разному. У всех стран разные подходы, они очень спорные. В Англии один подход средовой. А потом, если есть проект тот, 19-го века, и мы точно знаем, как там было, это одна история. А если у нас нет проекта, и мы уже видим, слава богу, после 19-го века это еще больше века прошло, и там уже в разных зданиях, я сейчас не только о нашем говорю, там все реконструировалось. Нет, конечно, наверное, какие-то несущие конструкции, они видны, и сейчас и на флигеле мы их видим, их мы, естественно, не трогаем, а перегородки, которые были построены, их можно перенести, поэтому... А мы, к сожалению, не можем перенести конец нашей программы. Наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о том, как сохранить деревянное архитектурное наследие, а самое главное, тех, кто его сохраняет просто так, потому что неравнодушно к истории своего города. Спасибо большое, уважаемые дамы. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова